Привет дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Darkness. В последней серии мы выбрались из Ада и теперь нам нужно поговорить с нашей тетей и с мясником, который находится у нее в квартире. Вот мы собственно перед дверями. Я думаю, что этот поле прошло достаточно долго, Джекки. Время, чтобы действовать. Я думаю, что решение просто сделала себя в любом случае, но с тем, как он продолжает. Сейчас, некоторые старые друзья из семьи хотят знать, что они могут сделать, чтобы помогать. Он всех уже достал от Поли. Эдди Шродз сказал что-то о Матве Бога. Это должно быть вред, но это означало что-то. Я думаю, что есть какой-то связи с Шикаго семьей. Что-то, что Поли хочет держать к себе. Матве Бога? Как Вирджина Мэри? Вы не думаете, что он говорит о Санта-Мария? М-м-м. Это Шикаго фамилия. Он был проводить сутки и дрожжи в воду. У него было лет. У него нет. Эдди, он бы не resistил, чтобы говорить о том, что он умеет. Он всегда имел диарея в голове. Особенно если что-то огромное происходит. Шикаго фамилия будет очень интересным в том, что случилось здесь, Джекки. Это будет ваша лучшая шанс, чтобы получать Поли из фотографии. Для хорошего. Просто скажи слово. И я помогу, если я могу. Я хочу узнать больше о Санта-Марии, Butch. Что-то, которое я могу использовать против Поли? Слушайте, Джекки. Я никогда не скажу это. Ты знаешь, я. Я никогда не выбираю сторони. Но ты уже поставил пыль в финансы Паули, когда вы выбрали датчиков и Харрии. Ты поставил несколько пыль в это пыль, Санта-Мария. Хм-хм. Хм-хм. Шикаго фамилия будет пыль в пыль, и Поли увидит себя спешивая на слое пыль. Я хочу узнать, как разговаривать Паули? Да. У нас есть люди внутри пыль. Они обычно ждут, чтобы пыль открыть пыль, и они звонят на Санта-Мария и из-за хабора, чтобы отправить отправку. Хм-хм. Есть радио, которые используются. Вверх в Гриндерс-Лэн. Подключены на правильную скорость, и все времена. Хм-хм. Ты приходишь на радио и звонишь, и они отправят пыль. Хм-хм. Хм-хм. Понятно. Хорошая идея. Так. Ну и все, что ли, уходим? Уходим на Гриндерс-Лэйн. Уходим на Фултон-стрит. Если вы приходите на радио и звоните, они отправят пыль. Пока-пока. Да я понял уже, понял. Ладно, нам нужно на Гриндерс-Лэйн. Как туда попасть? Это мне, по-моему, обратно нужно на Фултон-стрит. И с нее подниматься уже. Вроде бы как. Я, вроде как, помню это место. Мы там уже один раз были. Там вроде Мясницкая. Когда я был ребенком, я думал, что субвейная система была как одна большая плача спагетти, и все эти станки были грибами. Мой онкейл Паули мне ударил в голову, когда я говорил о подобных вещах. И к чему ты это сказал? Хе-хе-хе. Ну ва. Давайте позвоним по телефону. Горелов, онкейл Паули Моразм крепчал. Стандартная такая тема. Ощущение, что все эти телефонные звонки сделаны специально, чтобы разрядить маленькую обстановку. Вот и тут натурально скоро можно будет вены резать, если впечатлительный человек настолько все плохо у этого Джеки. Так, Гриндер Лейн. Это нам, по-моему, в ту сторону надо ехать. Да, идет. Так, и с Фултоном мы попадем как раз, по-моему, туда, если я не ошибаюсь. Я уже начал маленько ориентироваться в местных локациях. Субтитры создавал Додж-бук, хорошо? Ты можешь только избежать проблем за так долго. Но, когда ты идешь в линию огня, ты должен знать, как огонь обратно. Что-то ляпнуло, а сам ржет. Ладно. Кстати говоря, для 21 года он слишком взрослым выглядит. Ну, а ведь я 30, наверное. Так. Да, вот Гриндер Слейн. Шоколадка, отойди. Хорошо. Кто-то что-то явно хотел поведать миру. Так, здесь на скотобойне мы деньги сжигали. Продавая война, они бывали так называемые. «Люс липы, синк шипы». Теперь я знаю, что они имеют. И скоро шикаго родители тоже знают. Все, что я требую, это радио, чтобы вывозь их бот. Хорошо Возможно вот тут Ну видимо сейчас Вас слышите? Да, она там и есть Давайте попробуем сюда сходить Мало ли че Ну явно нет, придется тем же путем идти Надеюсь там новых бандитов Да наверняка новые бандиты там уже нарисовались Ну ладно Ох Ох Ой нет Сейчас ребятушки устроим вам карусель Так, двое готовы Нам похоже отсюда надо будет перейти Хе-хе-хе За углом прятался У меня выбора нет Кроме как их убивать Чем больше убиваешь тем естественно Сильнее тьма опять на 3-те становится И в следующий раз мне кажется она окончательно уже возьмет Джеки под контроль Так, мы окей Слышь, бандиты Вдох За углом Машу Круто Ох Попад Как Это Та 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 варфоломею пока звать не будем нужды в нем особо нет так хорошо о это прекрасное место чтобы строить бесплатный сеанс курсиль 1 аута бы зацепил нова ой тихо давайте-ка удержится не второй тоже полетел с марика живучий какой баллина собака ну ладно о как далеко то давайте-ка я выключу записи с того же места про так ладно продолжаем я всех убил по второму разу надо сказать это было гораздо проще чем в первый раз почему-то так я не хочу дверь открывать я сердце хочу жрать дарми донышка как обычно все хапает себе а какие лошпендер тот тот еще постоянно обламывается так подожди так хорошо вроде как почти пришли так стандартная метода все вырубаем включаем черный дыру заходим блин еще ладно да блин сколько можно по-моему вот тут она была если мне не изменяет память да 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 так давайте сразу подушимся тебя 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 мало ли что и кобрин и набор и склэр с русским акцентом надо так ну теперь надо похоже идти встречать тихой сейчас я им карусели устрою против таких скоплений самое то что нужно Так, ты одна тут такая машинка? Вроде бы да. Ничего особо хорошего у них, короче говоря, не получилось. Так, ладно, это мы у всех поубивали. Все похоже. У меня есть информация для тебя. Мясник. Хорошо. Сейчас позвоним. Позвоним. У меня постоянно поправляет в комментах один и тот же человек. Для него это так важно, видимо. Ну да ладно. Что-то опять понтуется с пистолетами. Джеки такой, Джеки. Так, ладно, надо найти телефон. А вот как раз телефон. Какая в метро все-таки прекрасная музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хорошо. Только где это у нас? Пирс... Девятнадцать. Так, давайте-ка в информационном терминале спросим, где он тут у них. А вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 короче ладно нам нужно с на канал стрит прибыть там уже разберемся похоже мимо тети сейчас наши пройдем так на канал стрит по моему как раз вот в эту сторону сейчас поезд приедет ингрид полански хорошо ай ты че блин места себе не найдешь и тупо встала а че так укорительно на меня то смотришь шоколадка но ты говорила то уже мы знаем и такое лицо типа че я ляпал так ладно канал стоит где то дорога на из сайта че на талон подвиниться слышу лысый хорошо и сайт сюда потом там по улицам проходишь 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 какой то тоннель и так попадаешь на пирс офигеть так ладно вроде пришли там кстати еще ни разу не были один во тьме так мне бы какую нибудь карту что ли где тут этот тоннель вот здесь тетя живет там тупик куда то в эту сторону видим вон карта кстати говоря сейчас мы пойдем и посмотрим здесь мы отстреливали в ресторане понятно узнаю хорошо так понятно мы сейчас проходим до конца улицы поворачиваем направо попадаем на пирс 19 тут мы убегали от полиции то есть были мы все таки тут эй ты не охренел ли вообще братья капец по улице спокойно пройти нельзя обязательно кто не гопнет посмотрел что никого на улице нет и решил отработаться на мне ладно так пистолет я думаю все таки убрать наверное лучше надо как у меня арсенал уже так пирс 19 отлично что только так пешеходного пути нет ну ладно так ну ладно ну ладно как ну ладно ну ладно Хорошо. Ага, тут его гопники. Ой, не та кнопка. Палюсь. Эти двое готовы. Так, мне кажется ли там наверху кто-то есть? Есть. Так, подожди. Кто там шарашит по мне такими длинными очевидями? Ладно. Тут мы все уже проходили. Давайте пожрем с этих. И узнаем кто же у нас там стрелял. Он оттуда, оттуда. Судя по направлению выстрелов. Да, вот ты. Хорошо. Что-то мне не нравится, как эта тьма радуется, блин. С одной стороны понимаешь, что их убивая все ближе и ближе к тому, что снова потеряешь контроль над тьмой. И она начнет вертеть тобой, как хочет. Но с другой выход то у нас особого нет. Так, давайте снять. Сейчас сюда зайдем, восполним тьму. Хорошо. Что-то я корабля не вижу, честно говоря. А, вот он стоит. Вроде как тихо. Или это засада? Это ты. Я вижу тебя, мальчик. Ты, мальчик. Ты, мальчик. Так, их там порядком. По-моему, толка остального особого не было. Так, но если они вроде только на корабле, то это не так уж сложно. Единственное, что с штурмовых винтовок они, с одного выстрела практически все здоровье сдувают. Тихо. Откуда стреляют еще? Мне показалось ли откуда-то оттуда. Так. Блин, это может быть сложно. Один. С таким-то фреймрейтом. Ладно, один отбегался. Джек Хаммер вообще никакущий. В упор, если, конечно, то можно, но... Все мы знаем, что в упор это далеко не то, зачем нам нужно оружие. Нужно, чтобы на расстоянии был сиден. Он здесь! Так, ладно, вот сейчас вот мне может пригодиться как раз таки Джек Хаммер. На ближних расстояниях он неплох, так скажем. Я не знаю, скоро уже конец игры, так по ощущениям, но... Я так и не привык. К этому управлению. Мне его хочется материть. Так, что там в сердце есть халявное? Ладно, идем ищем капитана. Оп. Замануха. Так, что мы имеем в итоге? Я что, не смогу отсюда пройти? Да. Похоже на то. Печально? Что-то я тут вообще делаю. Вниз спуск у нас имеется. Так, хорошо. Напоминает миссию из GTA IV. Там похоже было в финале. Прелинкуш. Нет уж, спасибо. Пока что сложности особо никакой нет. Единственное, если ты попался врагу на прицель напрямую, то есть он, если сможет выстрелить в тебя, то пиши пропало. Со сложностью так. Увидел выстрел, ты умер. Все. То есть не будет как колл-виттер, что тебя там секунд 10-15, где стреляют из оружия, то после этого ты дохнешь. Хотя, конечно, смотря на каком уровне сложности там. Но я нормальный, как правило, имею в виду. Но... Чтобы тупить. А ты кто такой? Какой-то раб, что ли. Ладно, не хочу знать. Так, ничего, назад идти, что ли? Там враги уже появились. Смотри, а тут живых остался. Ладно. Так, все пушки. Надо сразу отметить. Ничего особенного. Но... Хотя, может, я просто не распробовал. Так, ладно. Что я тут вообще имею в итоге? Ну... Тут у нас я ничего не нашел. Ээээ... Там наверху тоже. нечего выходить обратно в ту дверь, что ли? Ух... Ух... Так... Ну ладно, ищем дальше. Ух... Ух... Похоже, сюда надо было изначально идти. Что, в принципе, логично, потому что капитанским хвостиком, он, как правило, наверху бывает. Важно. Давай, давай! Ух... Ух! Ух! Сейчас мне хана будет. Ну, я не не знаю. Сейчас мне хана будет. Ух! Да, про это я и говорю, когда сложность. Уф, так, где я нахожусь? Какие-то странные видения. Тети наши. Так, ну и ладно, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Что-то по времени уже там поджимает. Продолжим чуть попозже. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok